А наша съемочная группа два дня работала в Ивенкии. На мой взгляд удивительная территория, где бензин почти по 50 рублей за литр, а под ногами нефтяные миллиарды. Чистейшие реки, но питьевая вода в бочках, а не в кранах. В порядке вещей кочевые детские сады. Там же впервые побывал и в Рио губернатора края Виктор Толоконский. Подробности в сюжете Алексея Кривогорницына. С корабля на бал, в Ивенкии официальные делегации обычно сразу везут на озеро Виви. Малоизученный водоем в 200 с лишним квадратных километров, первозданная природа, а главное после распада СССР официальный статус географического центра страны. Центр России выглядит символично. Девственные места и не души на сотни километров вокруг. Впечатляющая территория делится временно исполняющей обязанности губернатора Виктор Толоконский. В Ивенкии он впервые прилетел проконтролировать подготовку к зиме, северный завоз и встретиться с руководителями крупных предприятий. Узнать, как живут на севере крайнем. В далекой Ивенкии от Красноярска 2,5 часа на самолете. Контрасты, как на ладони. Молоко 90 рублей за литр считается недорого. Помидоры и огурцы от 140 за килограмм. Литр 92-го на заправках дешевле 47,60 не купишь. Зато нефти и газа, наверное, не меньше, чем в Арабских Эмиратах. Например, Юрубчено-Тахомское месторождение считается одним из крупнейших в стране. Еще бы доходы от недр распределяли, как у арабов. Каждому жителю местные жили бы не хуже шейхов. У них же средняя зарплата по району ниже, чем в Красноярске. Всего 18 тысяч рублей, уверяют и венкийцы. Кому позволяет специальность, удачно устраивается работать в нефтянку. Там доходы от 60 тысяч и выше за месяц вахты. В Эминкей как раз прокладывают нефтепроводку Юмба Тайшет. Руководители проекта рапортуют, строительство идет по графику. Созданы тысячи рабочих мест. В следующем году трубопровод закончат и в бюджет края, обещают нефтяники, поступят дополнительные миллиарды доходов. Уже по этому году я чувствую удвоение вложений в геологоразведку. Вот их не было, не было сейчас. А это тоже миллиарды прибавляются. Это новые центры нефтедобычи, объекты геологоразведки и в стратегической перспективе еще и еще развитие мощной отрасли, о которой мечтают все регионы. Вот она в Красноярский край. Эта отрасль уже масштабно пришла. А в сотни километров от высокотехнологичной сырьевой экономики Венкии живут люди, которые не могут находиться в городах и поселках, спят на шкурах и возят детский сад на оленях. Но это уже другая история. Алексей Кривогорницин, Вадимир Цуканов. Новости Прима и Венкии.